Всем привет, на связи Мабу, и в сегодняшнем подкасте мы поговорим с вами о третьем шаге, который проходит любой, кто обучается на Android разработчика. И вот, вы уже узнаете основы Android, вы изучили построение визуального интерфейса для Android приложения, то есть вы изучили библиотеку Material Design, умеете абсолютно создавать любой UI, то есть любой внешний вид мобильного приложения. Но, по факту, да, вы можете делать конкретные какие-то простые вещи, типа тапа кнопки, или различные выезжающие панели, навигационные меню, но все равно это еще не может быть полноценным мобильным приложением, ведь любой, не только мобильное приложение, любой IT продукт, он позволяет что-то делать с конкретными данными. Итак, эти данные обычно, будь то либо сайт, либо мобильное приложение, либо любой современный IT продукт, мы эти данные все храним в базе данных, и вам, как Android разработчику, нужно научиться работать с базой данных. Без этого навыка вы вообще не являетесь программистом. И вот сегодня я расскажу, что нужно изучить, и как вообще это все изучать, и на что смотреть, а на что нет. Итак, как я сказал ранее, с вами на связи Мамбу, и мы начинаем. Устраивайтесь поудобнее, поехали. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях, и обладать современными скиллами, и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания, и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Итак, вот вы уже всем этим навыками платеете, построением визуального интерфейса, но нужно нам научиться работать с данными. Итак, с чего нужно начать? Во-первых, вы должны понимать, что помимо баз данных есть и другие способы хранения данных, но они не такие продуктивные. Например, вы можете, если у вас простая строка и вам не нужно, конечно, не нужно передавать данные из Activity в Activity, а просто нужно в любой момент их вызвать, вы можете хранить данные в объекте Shared Preference. Есть также облачные базы данных типа Firebase, но сегодня мы больше поговорим про классику. Любое мобильное приложение, будь то iOS, а уж тем более Android, пользуют под капотом SQLite. Эта база данных, она отлично от классических баз данных типа MySQL, когда мы MySQL базу данных храним где-то на сервере, SQLite она хранится на каждом устройстве отдельно. То есть, о чем я говорю? Например, если какой-то пользователь положит в базу данных SQLite какую-то информацию, то эта информация будет доступна только на его устройстве, а не будет доступна на других устройствах, которые используют это же мобильное приложение. То есть, если человек создает какой-то, допустим, использует мобильное приложение по созданию, например, списка дел, если он какой-то список своих дел положит в базу данных SQLite этого мобильного приложения, то его список дел не будет доступен больше нигде, нежели как на его устройстве. Это кардинальное отличие. Если, например, мы, допустим, функционал мобильного приложения заложим в добавление информации в базу данных MySQL, то тогда эта информация может быть при определенных настройках, быть доступна пользоваться всем пользователям этого мобильного приложения, так как база данных MySQL хранится на сервере, а база данных SQLite она хранится на каждом устройстве. И вот, когда мы работаем с Android приложением, в первую очередь вам нужно изучить локальную базу данных, то есть работу с локальной базой данных. Раньше мы, конечно же, все Android разработчики, кстати, я тоже застал то время, мы работали напрямую с базой данных SQLite. И для того, чтобы получать какие-то данные, нам нужно было писать массу кода, двигать специальный объект, курсор так, чтобы получать конкретные данные. Сейчас все намного проще. Сейчас мы можем использовать специальную прослойку, специальную библиотеку Room, которая отлично работает с базой данных SQLite и позволяет писать меньше кода. И выглядит это все более структурировано, более прекрасно со стороны многопоточности и, конечно же, более прекрасно со стороны построения правильной архитектуры. Итак, о чем я говорю? Когда вы приступаете к созданию, когда вы приступаете к обучению базы данных для Android приложений, нужно сначала понимать вообще, что такое базы данных. И если вам интересна тематика основ базы данных, вы напишите мне комментарий под видео, и я вам сделаю на следующей неделе видео конкретно по основам баз данных. Потому что эти основы знать должен каждый. Конкретно что вы должны знать? Вы должны знать, как строится база данных, как она создается. И вы должны знать, как работать с базой данных. Работают обычно с базой данных по нескольким методам. Это создание записи базы данных, обновление записи базы данных, получение конкретной записи из базы данных, получение всех записей из базы данных, получение конкретной записи по определенным фильтрам и параметрам. То есть, например, у вас есть в базе данных товары, категории, допустим, те же джинсы, допустим, да, и вы хотите получать не все товары из этой базы данных, а только те, у которых относятся к категории джинсы. Тут нужно использовать определенные фильтры. Опять же, вы должны это уметь. Вы должны уметь обновлять каждую запись, вы должны уметь удалять конкретную запись и в целом очищать всю таблицу базы данных. То есть, обычно работают по этим методам. И, как я сказал ранее, мы работаем уже с библиотекой Room, а не напрямую с базой данных SQLite. И для того, чтобы создать, и для того, чтобы работать с нашей базой данных через библиотеку Room, вы, во-первых, должны подключить эту библиотеку. Вы должны затем создать сам класс базы данных. Ну, он работает. Если вы не создадите этот класс базы данных, то у вас не будет, собственно, базы данных. То есть, вы создаете специальный класс для работы с библиотекой Room, да, это называете любой класс. Но это, по факту, класс базы данных. То есть, вы создаете саму базу данных. Далее, вы создаете таблицу базы данных. То есть, конкретные поля, которые будут в вашей конкретной таблице базы данных. База данных может состоять из множества таблиц. База данных должна быть одна, а таблиц может море быть. Например, одна таблица с категориями товара. Вторая таблица с самими товарами. Третья там таблица уже с товарами, которые положили, допустим, в корзину и так далее. Таблиц может быть множество, а база данных может быть одна. Так вот, вы создаете класс базы данных. Вы создаете класс конкретной таблицы базы данных, в которой вы прописываете все поля. Вы создаете специальный интерфейс, в котором прописываете все методы по работе с конкретной таблицей базы данных. И после этого вы создаете специальный репозиторий. Ну и дальше обычно это все делается по паттерну MVVM. Ну то есть, вы создаете репозиторий, который поставляет эти все методы по работе с конкретной таблицей базы данных. Следующий слой обычно это слой Domain, а этот слой Domain поставляют уже в слой Presentations, и в слой Presentations мы уже передаем все эти методы по работе с базой данных в специальный класс ViewModels, который уже мы инициализируем в конкретном классе Activity или Фрагмента, и уже после этого только мы уже работаем с этими методами, которые работают с нашей таблицей базы данных. Тут нет ничего сложного, у меня на курсе мы это все изучаем за одну недельку, ну потому что мы глубоко погружаемся в таблицы базы данных, ну и конечно же изучение вообще все данные, вы должны понимать, что всю информацию, которую мы получаем из базы данных, она массовая, то есть она выгружается списком, и очень удобно разбирать работу с базой данных на примере RecyclerView, то есть того виджета списка, который я рассказывал про на прошлой неделе, то есть который вы должны изучить на втором шаге. Поэтому я говорю, что нужно идти поэтапно, все взаимосвязано. И вот после того, как вы научились работать с локальной базой данных, вы можете делать такие мобильные приложения, как создание, как составление списка покупок, составление списка дел, какие-нибудь бизнес-ежедневники, что-то такое вы уже можете делать. Но, допустим, сделать полноценное мобильное приложение для интернет-магазина у вас не получится. Почему? Потому что в интернет-магазине есть данные, которые очень часто меняются. Добавляются новые категории товаров, добавляются конкретные товары, скажем так, добавляются количествами, постоянно меняется количество этих товаров. Или, например, список какой-нибудь контент на мобильное приложение, где список постов или список видео есть конкретных. И дело в том, что эти данные, которые я рассказал, которые должны быть доступны на всех устройствах, они не могут храниться в такой локальной базе данных, как SQLite. Потому что SQLite работает на каждом устройстве отдельно. А такие данные, как категория товаров, то есть, как список товаров, остатки, которые должны доступны быть всем пользователям в мире, которые пользуются этим мобильным приложением, они должны храниться где-то в общем месте. И таким общим местом является база данных на сервере. В классическом варианте такой базой данных выступает база данных в MySQL. То есть, какой процесс создания и работы с такой базой данных? Вы должны, во-первых, вам нужна ссылка для работы с этой базой данных. Этой ссылкой выступает домен. Например, этот домен очень удобно разбирать на примере сайтов. Есть известный тот же сайт с интернет-магазина «Дежда Ламота». Мы знаем, что это, чтобы зайти на этот сайт, нам нужно ввести домен lamoda.ru. И вот вам нужна эта ссылка на конкретный сайт. Так вот, при работе с базой данных в MySQL нам нужна такая же ссылка, нам нужен домен. Вы идете к одному из хостинг-провайдеров, выбираете любой. Бегет, регру, макхост, таймвеб, регру, сказал уже, интерсервис американский. Любой выбираете. Я лично пользуюсь сейчас Бегетом. Но, кстати говоря, у Бегета сейчас в последнее время сбои идут. Поэтому, если же денег не жалко, берите американский хостинг-домен интерсервер. Он работает бесперебойно, все отлично там. Так вот, и вы берете, идете к такому хостинг-провайдеру, регистрируетесь там, создаете домен. Можете в зоне.ру купить домен за 180 рублей в год и подключаете хостинг. Хостинг в среднем стоит 200-300 рублей в месяц. Подключаете хостинг, создаете домен. У вас есть в панели хостинга, есть такая вкладка, будет вкладка файловый менеджер, в котором вы должны создать специальные файлы. Но для того, как вы создадите эти файлы, вам нужно создать саму базу данных. Опять же, в интерфейсе у хостинг-провайдера есть специальная вкладка базы данных. Заходите в базу данных, создаете базу данных, указываете параметры имя базы данных, имя пользователя базы данных и пароль пользователя от базы данных. Вам нужны эти три параметра, выписываете или сохраняете себе, ну, так, чтобы у вас где-то было. Затем вы идете в файловый менеджер, где в папку с названием вашего домена, создаете, во-первых, файл connections.php, я обычно создаю его короченную версию, создаю con.php, создаете специальный файл подключения к базе данных, и при заходе по адресу, то есть вы вводите название вашего домена, slash con.php, допустим, если у вас файл так называется, и у вас должно выйти пустой лист. Если выходит ошибка, то значит что-то вы не так подключили, у вас нет связи с базой данных. Если пустой лист выходит, но опять же, вам нужно в этом файле connections.php написать специальный запрос на языке php. Опять же, этому всему я обучаю на курсе. Вы вводите, если пустой лист, то все отлично, вы подключились. То есть теперь вы можете создавать отдельные файлы, скажем так, с отдельными запросами. Например, для вставки какой-то информации в базе данных, мы можем создать файл insert.php и записать там специальный запрос. Для получения товаров мы можем написать специальный файл getproducts.php и записать там официальный запрос на языке php к базе данных. То есть создаем вот такие файлы. Ну хорошо, мы создали такие файлы, но как нам получить эти данные в наше мобильное приложение? В этом нам поможет специальная библиотека Retrofit. Подключаем его в Android приложение, опять же, все это разбирается на курсе. Все за одну неделю я показываю, как это работает. Кстати, когда мы разбираем, я это еще показываю, как делается это все с учетом паттерна архитектурного построения MVVM. Подключаете Retrofit и создаете специальные классы по работе с базой данных MySQL. То есть нам нужно взять, подключиться к базе данных на сервере, где-то на сервере в интернете, в базе данных MySQL, получить оттуда данные. Обычно создается отдельный API клиент, в котором мы прописываем этот домен. И создается специальные API интерфейсы, методы по работе с базой данных на сервере. И хорошей практикой является такая, чтобы, ну скажем так, для того, чтобы работать с базой данных MySQL, у пользователя всегда должен быть включен интернет. Если интернета нет, он не получит эти данные. Но бывает, что интернета нет. Как мы должны строить? Мы должны строить следующим образом. Мы должны получать информацию с базой данных MySQL, обрабатывать ее, мигрировать ее в локальную базу данных, созданную специально для информации, которую мы получаем с сервера. И уже в процессе работы с мобильным приложением мы должны работать с информацией, не с которой мы берем сервера, а уже из локальной базы данных, которой мы мигрировали из сервера в нашу локальную базу данных. Для чего это делается? Во-первых, если человек зайдет, у него не будет интернета, ему не выскочит ошибка включить интернет, у него можно выдать уведомление, что интернета нет, и выдавать последнюю актуальную информацию, то есть ту последнюю информацию, которую мы получали с сервера. То есть это может позволять работать с мобильным приложением даже без учета интернета. Во-вторых, это быстрее работает с локальной базой данных. Потому что для того, если мы будем напрямую работать с базой данных на сервере, то работа с сервером, она идет, скажем так, в несколько раз медленнее, чем с локальной базой данных. Потому что приложению нужно связаться с сервером, получить разрешение и получить информацию. Это время. Поэтому проще всего мигрировать и в международный формат, и в мировой формат. Следующий. Мы подключаемся с помощью библиотеки Retrofit в базе данных MySQL на сервере. Обрабатываем эти все данные, получаем данные. Обычно тут уже мы получаем всю информацию. Не нужно ее никак отфильтровать. Чем быстрее мы ее получим, тем лучше. Мы получаем сразу информацию с какой-то сервера или записываем на сервер. На сервер что-то такое делаем. И получаем, допустим, информацию. Запихиваем эту всю информацию в базу данных на устройстве SQLite через библиотеку Room. Записываем все. И уже потом можем фильтровать эту информацию с локальной базы данных. Это намного проще, намного быстрее. В общем, вот как-то так устроено обучение на Android разработчика. То есть, всегда после... Это уже следующий, скажем так, этап. Первый этап это основы Android. Они очень просты. Потом немножко сложнее интерфейс. Библиотека Material Design. А потом еще сложнее это работа с базой данных. Сначала локальная база данных, которая там в принципе все просто. Есть информацию, которую хранит каждый пользователь на своем устройстве. В этом случае используется SQLite. И есть еще библиотека MySQL. Это уже следующий уровень, как получать эти данные сервера. А потом уже на этом шаге еще выше уровень. Это построение вот этого процесса получения с учетом правильной миграции, с учетом правильной архитектуры. Это очень важно. И вот после вот этого шага вы можете... Вы готовы создавать 95% всех мобильных приложений. Кроме того, библиотека Retrofit еще используется для работы со сторонними API. Такие мировые сервисы, как YouTube, допустим, ВКонтакте, Facebook, ну и все остальные. К ним можно писать свои мобильные приложения, которые позволяют работать с такими мировыми сервисами. У каждой такой платформы есть специальная API-документация, которая позволяет подключаться к этому серверу, парсить какую-то информацию и получать ее. Так вы можете, например, написать какое-то приложение, расширение для YouTube. И опять же, это также все делается через Retrofit. Ну, в общем, как-то так устроена работа с базами данных. Будьте лайк этому видео. И если вы хотите увидеть урок по основам базы данных, то пишите свои комментарии под этим видео. Я там во вторник, в среду сделаю такое видео. А на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. Всем удачи, всем пока.